Здравствуйте! В эфире телеканал СТВ, программа «По скриптам». Сегодня у нас в гостях Калина Капуцкая, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Директор средней школы номер 14 города Молодечна и Александр Шадько, общественный деятель и педагог. Добрый вечер! Добрый вечер! Встречаемся мы с вами в преддверии, наверное, самого народного из всех профессиональных праздников. День учителя касается каждого из нас, поэтому сегодня хотелось бы поговорить о профессии педагога, ну и в целом, наверное, о нашей системе образования. И давайте начнем наш разговор с престижа профессии педагога. Насколько сегодня престижно идти учиться? Нина Калина Викторовна, давайте начнем с вас. У вас большой коллектив, я так понимаю, педагогический. Да, безусловно, коллектив большой. И, наверное, мне приятно сегодня сказать, что престиж педагогической профессии, он постоянно растет. И об этом свидетельствуют и отзывы наших родителей, и наши ученики, которые обожают своих педагогов. Ну и, конечно, молодые специалисты, которые, приходя в учреждение, чувствуют себя комфортно, понимают, что они пришли туда, куда и хотели прийти. То есть это то желаемое рабочее место. И я думаю, что сегодня и с каждым днем, с каждым годом эта профессия будет становиться только более востребованной. Ну, согласитесь, был период, когда профессия педагога и вообще в педагогические вузы считалось, что идут, вот не знаю, куда пойти, пойду в педагоги, а там посмотрим. Сегодня переломили эту ситуацию. Идут вот действительно, я хочу быть учителем. Ну да, этот период был, вот, когда я поступал в университет, я поступал с желанием, я понимал, что я буду педагогом, я выстраивал свою, как бы, будущую карьеру учительскую. И уже после университета, отслужив армию, я тоже пришел, как бы, вот, в школу целенаправленно, хотя был выбор и возможности пойти в какие-то другие места. Потом был очень такой тяжелый, сложный период, когда педагог получал, там, 7-8 долларов, да, и... Тяжело с воодушевлением относиться к своей работе. Да, строители получали где-то 250-300, а то 400, а то и по 1000 долларов. Разница была огромная. И, конечно, в педагогическую профессию шли по остаточному признаку. Фактически был глобальный недобор, да, 90-е годы. И туда, в общем, не можешь ничего, иди в педагоги. Конечно, это не самый хороший был период жизненный. Потом было поколение 90-х годов родителей, когда они просто считали, что все всем должны, да, и педагоги в том числе, и относились к педагогам как к служащему персоналу. Опять-таки, заработные платы были не самые высокие. Слава богу, эту ситуацию выправили и указами, и повышениями заработной платы, и отношением. Особенно вот последние 4-5 лет, да, ситуация меняется в лучшую сторону. И с радостью можно отметить, что сегодня на педагогические специальности уже есть некий конкурс, да, и приходят люди осознанные, и, в общем-то, скажем так, по жизни уже подготовленные и понимающие, чем они будут заниматься. А вот если вообще оценивать уровень подготовки в вузах, педагогические кадры, которые приходят к вам непосредственно в школу учить, они соответствуют тому заявленному высокому уровню? Целевая подготовка, которая уже введена в нашей системе образования, она дает свои плоды. И действительно, те учащиеся, в том числе и те учащиеся, которые закончили педагогические классы, закончили потом высшее учебное заведение, приходя в учреждение образования, конечно, они уже настоящие профессионалы, потому что у них призвание совпадает. Если еще среднее специальное образование получили в этой профессии. Замечательный педагог, да, практик, поэтому мы только приветствуем. И сегодня качество пришедших молодых специалистов также возрастает, и, наверное, уже меньше наставничества приходится, да, обеспечивать этим детям, этим молодым специалистам, потому что они уже довольно-таки подготовленные и готовы работать и трудиться. И условия сегодня другие. Правильно было сказано, и зарплата достойная, и условия работы хорошие, и отношения к учителю сегодня уважительные и внимательные. Поэтому вот закрепляемость молодых специалистов очень высокая, и это заслуга. То есть остается действительно в школе. Вообще на что молодой специалист может рассчитывать? Ну, зарплата, да, вы говорите, достойная зарплата сейчас, не знаю, какой-то соцпакет. Зачем идут в педагогию, кроме высоких слухопризваний? Ну, во-первых, ну, так уже если брать банально, да, это определенная стабильность. Стабильность заработной плати, стабильность в каком-то росте карьерном для ребят, рост карьерный реальный, да, если они с царем, как говорят, в голове. Да, они могут, если они не ленивые и профессию свою действительно любят, они достаточно быстро вырастают. Там и в заместителе директора, и в директорах учебных заведений мужчин уже на сегодняшний день появляется, да, много. Конечно, здесь есть возможность и повысить свой статус, и заработную плату. Ну, и, наверное, привлекает еще, прежде всего, вот много людей с ощущениями нежности внутри, да, вот. И такого, вот, скажем, отдачи, как от работы в школе, работы с вот преподавательской, наверное, таких профессий не так уж и много. Потому что ты можешь увидеть плоды своего труда, и вот то уважительное отношение, о котором говорила сегодня коллега, от родителей, да, от бывших учеников, это очень такой ощутимый груз, ценный груз, да. Успешные выпускники, да, успешные выпускники, потому что я вот, я дружу со своим первым выпуском, разница у нас небольшая, и у некоторых являюсь крестным отцом, да, у детей уже, так сказать, и я этим очень горжусь, потому что это действительно греет, вот, греет по жизни, и это такие пунктики, да, на которые всегда, вот, опираешься, они есть за спиной. Действительно, приходят выпускники, делятся успехами, рассказывают там о своих достижениях. Обязательно, вечер встречи выпускников, это тот период, когда школа наполнена голосами, вот этими встречами, это тот день, когда выпускники могут сказать спасибо своим педагогам, и педагоги охотно идут на эту встречу и рады этой встрече, потому что видят воплощение вот своих стараний, своей работы в своих учениках, потому что наши ученики, это мы, да, это то, что мы в них вложили. Ну, и если вот говорить о вернуться к тем же гарантиям молодым специалистам, то сегодня государство заботится о том, чтобы молодой специалист действительно ощущал себя и востребованным, и имел хорошие условия. Это и повышение заработной платы. Мы знаем, что молодому специалисту выплачивается 30% надбавка. Если он проработал два года, это уже 50% надбавки при условии заключения контракта на пять лет. Это и обеспечение общежитием, арендным жильем, если семейный у нас пришел молодой специалист. Поэтому очень много преференций для молодых специалистов в образовании сегодня. Нас очень часто критикуют за такую, наверное, излишнюю консервативность нашего школьного образования. В упрек ставят, что мы наследники той же советской системы. Сейчас мы идем вот много со временем педагогов, готовим с учетом современных технологий. Ведь и дети поменялись. Ну вот система, кстати, советская, она была замечательная. И слава богу, что мы от нее не отошли. Ее, конечно, дополнять и пополнять надо с учетом современных технологий. Вы знаете, гаджеты тоже, в общем-то, не все решают. Ведь большинство зарубежных стран в рамках своего образования, престижное учебное заведение, гаджетов у детей на уроках и вообще в учебном процессе нет. Эти гаджеты появляются после. И ничто не заменит живую книгу, чтение, ничто не заменит. Тут, как бы, помните, особенно в период эпидемии говорилось о том, что здорово все переходим на онлайн-обучение. И, в принципе, это хорошо заменяет вот школу. Ничего это не заменяет, это только ухудшает ситуацию. И, видите, это коллектив. Это работа в коллективе, это очень важно. Это социализация, это видеть, как твой сверстник где-то растет, где-то лучше что-то у него получается, к чему-то равняться, тянуться, как-то устраивается. Наверное, личность учителя — это не только чтение лекции. Конечно. Это живое общение. От образа учителя зависит очень многое. От его возможностей поуправлять классом, где-то как-то расставить акценты. Дети, они четко чувствуют, они четко это видят. Видят отношения даже... Вот мы вспоминаем каких учителей жестких таких, да? Строгих. Строгих. Мы не вспоминаем тех, которые такие были, да? Абы было все хорошо, ну и ради бога там. Тянете и тянете. Мы вспоминаем жестких учителей. Я вот, по крайней мере, по своей жизни и по своему школьному образованию помню только тех по именам, фамилиям и отчествам. И даже вот внешние, которые были жесткие, конкретные, но очень справедливые. То есть требования к учителю и представления об учителе, они не изменились. И действительно, сегодня вот в авторитете те педагоги, которые знающие, которые требовательные, которые действительно детям отдают душу. И правильно вы говорите, на вечере встречи больше всего детей приходит именно к тем педагогам, которые в период обучения, наверное, больше всего или претензий предъявляли, или требовательность была всегда большая. Но они были самыми небезразличными. Это потом дети понимают, а в период учебы, конечно, им не очень комфортно. Но потом слова благодарности, конечно, скажут. И это не страх, это уважение. Конечно. Но это уже понимаешь гораздо позже. Потом, да. Но наши системы образования успевают за новыми тенденциями? Готовы ли мы выпускника, который выходит из тем школы, к жизни? Вы знаете, тенденции настолько быстро меняются, настолько изменяется мир. Вот мы видим на сегодняшний день, что происходит за совершенно короткий период, буквально за полгода. И вот пандемия, она тоже показала много очень тех дырок и белых пятен, которые есть в нашей жизни, в воспитании, в образовании. И закрыть их всех – это нереально. Создать учебники за два-три месяца, где будут внесены какие-то с учетом – это тоже нереально, да и не надо это делать. Вообще, вот мы когда-то говорили, да, школьное образование – это понятно, а вот что очень важно в высшем образовании, да, это научить человека добывать знания. Наверное, и в школьном образовании – это тоже очень важный фактор. Научить правильно выбирать, классифицировать, доставать это, так сказать, знания эти, да, каким-то образом и откуда, из каких источников. Это, наверное, самый важный период. А успевать за современными тенденциями, наверное, образованию, на мою точку зрения и мнения, и не стоит. То есть вот это такое классическое, качественное образование. Классическое, качественное образование, где, там, так скажем, до седьмого класса больше, там, или до шестого, больше идут в вопрос развития, как личности, расширение кругозора. А спецификация начинается, там, ну, с седьмого, с восьмого класса. Конкретизация, когда человек уже определился, его видно, кто он, там, технарь, гуманитарий, там, биолог, химик, какая тяга у него есть к языкам и так далее. Вот тогда с ним можно работать. То есть это классическое образование, оно всегда срабатывало, оно всегда нас выручало. И, собственно говоря, и уровень того образования, которое есть в Республике Беларусь, которым мы гордимся, и гордимся до сих пор, да, хотя он немножечко, может быть, как говорят, ноги и упал в международных тенденциях. Но, тем не менее... Тем не менее, наши специалисты за рубежом очень востребованы. Конечно, конечно, это все относительно. Вы знаете, мы формируем выпускника, учащегося, но и выпускники формируют педагога. Ведь даже на подсознательном уровне сегодня педагог уже другой, потому что работает с детьми другими, как мы говорим и видим, поколение новое. И поэтому, чтобы быть всегда интересным ученику, чтобы достучаться до его сердца, чтобы вложить в него эти знания, педагогу тоже приходится сегодня меняться. Но эти изменения, они идут в ногу со временем. И нельзя сказать, что у нас школа такая уж супертрадиционная, никаких новшеств нет. Конечно, мы, безусловно, стараемся быть на одной волне, если можно так сказать, с нашими детьми. Но вообще отношения ученик-учитель со временем как-то трансформировались? Работают ли вот сейчас классические методики образовательные? Работают, конечно. Это основа, это фундамент. Без этого никуда. Да, можно влево, вправо попробовать и то, и другое. Ну, где-то там, смотрю вот за рубежом, кто-то на коврике можно лежать, не обязательно сидеть за паром. Ну, лежали мы в 90-е на коврике, да, и ходили по классу, ну, к чему это привело? И крутились по разным доскам, да, напорные конспекты и все остальное, все это было... Игровая форма обучения, и остальное, конечно, в какой-то мере можно использовать. Но сегодня четко дети знают и родителей, что нужно получить знания, и поэтому уже как, это учителю. Но дети мотивированы сейчас к получению знаний? Мотивированы, очень мотивированы. Мне кажется, с каждым годом они становятся более мотивированы. Вот у меня такое ощущение. Образование становится престижным, хотя многие говорят, что это поднято искусственным, да, как бы манером, но, тем не менее, образование становится престижным. Но, с другой стороны, многие нас критикуют за то, что наше высшее образование условно стало обязательным, да, то есть большинство выпускников массово идут в вузы, и образование стало, высшее образование нивелировало вот ту самую ценность, когда ученик самый лучший мог стать студентом в вузы. Сейчас поголовно, благодаря там частично платному обучению, фактически любой получает возможность стать студентом. Ну, это такой, наверное, кризис, общемировой кризис общества, да, на самом деле, потому что мы стали жить лучше, мы стали жить стабильнее. Каждая семья, каждые родители хотят, чтобы их дети имели высшее образование, то есть оно стало некой такой, ну, я не знаю, как... Маркером успешности, наверное. Да, совершенно, наверное, пропуском в жизнь. Не имеет значения, где он потом будет работать на стройке, либо стоять там у прилавка магазина, но у него есть высшее образование. Ну, наверное, мы сами воиноваты во многом в этом. Да, действительно, многие вузы набирают платников, не имеет значения, какие там баллы. Ну, да, это связано и с экономикой, и с выживанием высших учебных заведений, созданием базы. Есть тут моменты, есть нюансы, но они потихонечку приходят в систему. И есть понимание в обществе, что на сегодняшний день, проведя 4 года в стенах высшего учебного заведения, ну, наверное, нет смысла для многих, там, студентов, да, выпускников. То есть это понимание наступает. Когда-то это понимание было достаточно жестким. Заканчивали 8 классов, а в 9-10 шли, ну, скажем... Самые лучшие мотивированные. Самые лучшие мотивированные, потому что остальные понимали, что они потратят 2 года впустую, а за эти 2 года они могут приобрести некое образование специальное, техническое. И потом у них есть возможность, если захотят, там, заочно, там, на вечернем, там, повышать свой... Но при этом имеют уже профессию в руках. Да, и зарабатывая определенные деньги. Вот мы это в какой-то степени опустили, да, как-то забыли про это немножко, не стали уделять этому внимания. Сейчас потихонечку, шаг за шагом мы к этому подходим. И вот не даст коллега соврать, наверное, что есть понимание уже у детей, у родителей, что трата вот этих вот лет, даже есть возможность оплатить до образования, может быть, уже не имеет такого глобального смысла. Какой процент, считали когда-нибудь, какой процент учеников, вот, они идут в высшее учебное заведение, а идут, получается, сразу профессию после 9 класса? Ну, после 9 класса, например, в нашем учреждении, 50% остается в учреждении образования, 50% идет, поступает в среднеспециальные или профтехколледжи, да, сегодня. А высшее учебное заведение, 85% поступает уже от учащихся 10-11 классов. То есть 15%, опять же, есть такой резерв. Замечательная статистика. Да, хорошие цифры. Ну, мы стараемся, да, профориентацию проводить таким образом, чтобы человек был успешен и впустую не потратил эти годы. Мы уже затронули тему, что мужчинам, наверное, проще в образовании сейчас сделать карьеру. Какое соотношение? Кого больше приходят? Вот молодые специалисты вообще, каких педагогов, мужского или женского пола, больше сейчас в школе у вас? Ну, конечно, пока в школе больше женщин. Женское лицо. Да, женское лицо в образовании, но мужчин становится с каждым годом больше. И, конечно, детям нравится, когда педагог мужчина, детям нравятся молодые педагоги. Ну, это естественно. В нашем учреждении, ну, где-то вот из 130 педагогов 20 мужчин. Ну, это тоже так. Хотелось бы больше, да? Хотелось бы больше, но это немало, я вам скажу. Это немало. Это немало. Если говорить вообще о том, какое сейчас соотношение. Мы очень много в последний год говорим о необходимости усиления, наверное, патриотической работы, воспитательной работы. Насколько сейчас вот соблюден этот баланс между образованием и воспитанием? Абсолютно соблюден. И патриотическая, и внеклассная работа, и мероприятия, они нисколько не мешают образовательному процессу. Наоборот, помогают, раскрывают наших учащихся. Это дополнительный способ проявить себя. Востребованы конкурсы, востребованы мероприятия. Шестой школьный день у нас, и седьмой есть школьный день. И даже седьмой есть? Конечно, и даже по умолчанию есть седьмой, потому что детям в школе интересно. И то, что школа сегодня может дать, предоставить, какие возможности для наших детей, это уникальная возможность. И главное воспользоваться ею. Когда родители правильно понимают и отправляют своего ребенка в школу, тогда все складывается. Но есть обратная сторона медали. Мы современные родители, наверное, излишне перегружаем своих детей, кроме школы, спортивных, художественных, музыкальных, всевозможные курсы, языковые, компьютерные. Нет вот такого перегруза детей сейчас информации? Ну, у детей должен быть выбор. Они должны попробовать, они должны определиться, что им интересно, что им неинтересно. Поэтому вот то количество разных кружков, секций, студий и так далее, они должны быть. И ребенок должен по ним ходить, он должен смотреть, вот это интересно, вот это понравилось, вот это не потянул, вот это не складывается. Другое дело то, что нельзя, скажем так, насиловать в этом процессе. Все сразу. Все сразу. Но дать попробовать, и это нормальный процесс для воспитания, для становления личности, когда человек вот еще, так сказать, не в совсем сознательном возрасте, да, а когда за ним стоит семья, у него есть возможность свободное время, не деньги там зарабатывать, на ноги становиться, да, вот попробовать себя вот там, вот там, вот там. И то же самое это касается и более взрослых, и студентов, и вот это наличие огромных общественных объединений, различного рода структур, люди просто обязаны попробовать себя в них и определиться, надо ли им это по жизни. Может быть, они там себя как раз и очень найдут. Да, старшеклассники жалуются, что и курсы подготовительные, и репетиторы. Сами виноваты. Это же возможности, конечно. Ну, вы знаете, правильно вы отметили, что родители в погоне за суперобразованием своего ребенка разносторонним, они забывают о здоровье наших детей. Тут тоже очень важно помнить, что перегружать ребенка ни в коем случае нельзя, потому что такой юный возраст, когда ребенок формируется, и заставлять его каждый час быть занятым каким-то там видом, то он в спорте, то он в творчестве. Нельзя иметь свободного времени. Да, у некоторых родителей... Даже это психологическая перегрузка, больше, чем физическая. Конечно, тяжело. Да, пусть надо по очереди. Вот позанимался, не нравится, выбрал следующий вид. И, конечно, хотелось бы, чтобы больше детей приходило в спорт, потому что родители боятся, очень часто травматичен и так далее, но, тем не менее, спорт – это здоровье. Но не профессиональный спорт. Ну, конечно, потому что... К сожалению, я скажу такую, может быть, не всем понравится вещь, что вот даже уроки физкультуры, они считаются самыми травмоопасными, да. С одной стороны, родители, вот если ребенок там на улице споткнулся и, грубо говоря, сделал ссадину на руке, это, в общем-то, норма, да. А если это он сделал на уроке физкультуры, то это уже беда. Но на самом деле здесь тоже надо относиться к этому, ну, вот, может быть, пожестче, да. Это все-таки умение себя вести, это вот та техника безопасности, которая, к сожалению, отрабатывается через ссадины, раны, ожоги, разбитые носы, как говорится, и так далее, и тому подобное. Это тоже в жизни, это тот же опыт. Вот детки маленькие, да, почему мы розетки закрываем, да, стараемся окна закрывать, потому что им все интересно. Если уже один разочек попал, дай бог ему здоровья, то уже в следующий раз не полезет. Вы говорите, что, да, если случилось на улице, то это нормально. Если в школе это действительно проблема и для учебного заведения в том числе, как это нивелировать и как объяснить, что, в принципе, это тоже нормально? Ведь для школы, так понимаю, тоже серьезные последствия, если какие-то травмы происходят в течение рабочего учебного дня. Конечно, травмирование на уроке рассматривается как чрезвычайное какое-то происшествие. этого быть не должно при условии, если выполнены действительно все правила безопасности самими же учащимися. Ну, каждое учреждение контролирует и заботится, и старается, чтобы таких случаев не было. Ну, и с родителями, наверное, какой-то особый контакт должен быть. Родители, ну, в большинстве своем родители понимающие. Они понимают, что, да, ребенок шустрый, где-то сам нарушил, виноват, но бывает, случается. Ну, это мелкие какие-то травмы. Поэтому я думаю, что здесь надо разговаривать, объяснять, говорить. На примерах. Ну, и обеспечивать безопасность в школе. Сто человек в рекреации, на перемене. Да, вот это тоже помещение, количество людей. Это огромное количество динамичных ребят после сидения. 45 минут, которым надо подвигаться. Особенно малыши, начальная школа – это большая проблема. И для учителя попробуй вот уследи. Когда-то все время приводили родители, вот у меня, те, которые говорили, что там травмоопасно, что вы там не смотрите за детьми. И мы приводили их просто на перемены, на уроки. Они наблюдали за этим процессом и немножечко успокаивались. То есть им тоже надо дать возможность принять участие и увидеть, что это непростая ситуация. И иногда надо и своих детей немножечко там вот слегка приорезонить. Не могу не спросить. На самом высоком уровне решался вопрос о том, что учителя нужно разгрузить соцзаполнение документов, снизить такой процесс бюрократизации. Вроде бы как с точки зрения законодательства все сделали. А как на практике? Вздохнул ли учитель свободнее? Потому что тоже огромное количество бумаг, журналов различных. Это тоже всеобычь. Взять пресловутые, которые учителя... Мне кажется, каждый год мы говорим об этом. Жить стало легче учителю. Самое ненужное – это всеобычь на сегодняшний день. Он не приносит той пользы, которую приносил когда-то, потому что отсутствует прописка, отсутствует регистрация, есть бабушки, дедушки. И то, что ты там выберешь и будешь знать, что у тебя там 150 первоклассников, которые вроде по твоему микрорайону идут в школу, ты не знаешь, что 150 придет. Может, придет 200, а может, придет там 60, да? Вот не соглашусь с вами. А я считаю, что учет детей нужен. Да, не все прописаны и не проживают по своей прописке. Но, тем не менее, школа, обходя... Ведь мы берем данные в расчетно-кассовом центре. Мы понимаем, кто прописан, видим, сколько у нас детей. Но когда педагоги обходят семьи, дома поквартирно, они имеют возможность, по-первых, побеседовать с родителями и узнать, собирается ваш ребенок идти в школу с 6 лет, или вы с 7 отправляете. Также мы можем видеть тех несовершеннолетних детей, которые не прописаны, но проживают. То есть это все, почему не откажем? Я думаю, что не надо отказываться. Его просто, наверное, нужно немножко совершенствовать. Потому что, да, два раза в год педагог сегодня встречается, обходит квартиры, проводит учет детей. Но это нужно, во-первых, чтобы сформировать контингент на следующий год, чтобы понимать, что все дети получают образование. Потому что, может быть, такой случай, когда ребенок проживает, но нигде не учится. Здесь тоже эту проблему надо решать. Поэтому я не думаю, что это такая страшная процедура для педагогов. Да, она дополнительная, но за учет детей педагоги получают выходной день, свободный от работы день, какое-то поощрение материальное. Такая взаимовыгодная работа. А что касается перегрузки документов, я всегда искренне удивляюсь. То есть нет на практике у педагогов никаких лишних документов. Конечно, он должен заполнить журнал. Но не заберем же мы у педагога журнал. Конечно, он должен написать план-конспект своего урока. Если ты молодой специалист, он развернутый. Если ты опытный педагог с категорией, он может быть краткий. Но это обязанность. От этого уйти мы не можем. А лишнего, я считаю, ничего не существует сегодня в нашей школе современной. Если ты руководитель методического объединения, у тебя есть дополнительная нагрузка, ты план составляешь дополнительный, но у тебя и дополнительная оплата этой работы. Классный руководитель составляет план воспитательной работы. Но без плана что же нельзя, надо учесть все направления, все мероприятия. Это тоже обязанность. Раз в полугодие составляется этот план. Но вы знаете, что уже второй год нашим классным руководителям идет хорошая доплата от государства за эту работу, которую они проводят с классом. Спасибо вам большое за очень интересный разговор. И я очень надеюсь на то, что и в сердцах подрастающего поколения школа будет всегда вызывать только теплые чувства и эмоции. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...